И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Mass Effect 1. А в предыдущей серии мы, кстати, да, давайте, мы нашли Бенезию, мы победили, скажем так, Сарана в ее голове. Ааа, черт. Так, 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 сейчас, 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 нет, черт, я не заметила там одну штучку. В общем, победили Сарана в ее голове, цену ее жизни, кстати, а где она? Непонятно, где, если, то, растворилась, видимо, где-то, но это не важно, насвободили королеву Рахни, ну, не королеву, маму. И вот давайте здесь еще побегаем, потому что нас убили в прошлый раз. А, черт, это было случайно. Да, черт тебя дерет, а. Да-да-да-да-да-да-да. Не хочу тратить унигель, у меня его так-то не осталось, нифига. А, ручное отключение. Всегда ручное отключение. Ручное отключение рулит. Все замечательно. Тем более, к спешку дают. Хорошо, у нас здесь еще что-нибудь. Вот такие вот места в третьем думе, они были секретными. То есть туда нужно было как-то придумать, как туда забраться. Там обычно аптечки лежали, патроны. Эмбо, то есть... А, бронька. А, бронька. Ой, черт, как я давно в думе третий не играла. Нет, нет, даже не спрашивайте. Ответ нет. К черту, мне нервы еще мои нужны. А, кстати говоря, на нас же сейчас нападут благополучно вот эти вот... Все господа, да. Блин. А мы ведь собирались им помочь, а в итоге мы против них случайно пошли. Кстати, где они? А, они где-то наверху, наверное, да? К риск-лабораториям. Нет, подождите. Надо выйти отсюда вообще. Что мы там-то тусуем? Это что такое? Пункт назначения? А, ну ладно, допустим. Стоп, подожди, это что такое у нас? Ага, блом, понятно. Странно, вот все равно подлагивает почему-то. Не знаю, как-то и масс-эффект все равно туго идет. Не потому, что он там мега-мега какой-то графичный, а просто сам по себе глючный идет. Я не знаю, что в чем причина. Нам надо туда куда-то, судя по... По флажку. Да ну к черту, пойдемте туда, на выход. Где выход? Нам же сюда, по идее, нужно, да? Мы же отсюда приехали? Может быть, здесь есть какой-нибудь короткий выход, я не знаю. Что нам надо сделать, а? Смерть матриарха. Вы разобрались матриархами. Еще остались рахни. Ага, понятно. Все-таки к риску лабораториям, да? А, точно, точно. У нас же рахнюшка нас просила разобраться с детьми. Сейчас мы это сделаем как раз-таки. Не-а, не говорил, вообще не говорил. Ничего не знаю. Сейчас будем разбираться с рахней. Смешные люди спрашивали. То есть, когда я там говорила, то что... Кто же такие рахни, боже мой? И люди просто по интонации, по всем остальному, не поняли. Сути моего такого высказывания, но я объяснять не буду. Кто надо, тот поймет. На карту похожи, правда? Ну, чем-то наполнилось, не знаю. Почему она не улыбалась? Класс. 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 Что ж у него за акцент был? Я вот, к сожалению, во всех этих акцентах вообще не разбираюсь, но это стопудово. Просто не британский вообще там даже и не пахнет. Может быть что-то... Не знаю даже. На испанский тоже не очень похож. Это вообще что-то другое. Немецкий может какой-нибудь. Продолжение следует... Прекрасно Хе-хе-хе Это че был он? Да ладно Значит это был русский акцент Я чувствую что-то такое, прям, английские слова не выговариваются Ну честно говоря, я почему-то про русский как-то не подумала, ну ладно А правда? Да ты че, серьезно? Чувствует она Проблему Так, мне эти звуки, ребят, не нравятся Так Слушай, мне нужно с ним поговорить Да ёк вы мне Он, он вообще, да? Блин, печаль Так, там выход Придется идти дальше Может быть Где-нибудь записи остались Ну, наверняка где-нибудь остались М-м-м-м 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 М-м-м-м-м Кстати, там че-нибудь есть? Нет Ах Я прям даже не знаю Так, погоди Здесь совсем ничего нету? Может быть, миру ломаем как-нибудь Потому что вариантов нема Если у меня какая-нибудь абракадавра Еще раз так не получится, да, сделать? Ну, раз первый раз не получилось Черт, увей, слишком умные иногда бывают А, у нас есть код, я не заметила Не надо думать, когда я читаю Какая баррелисть, правда Оу... Оу... А че так плохо-то все? У нас времени нема, ребят. Убейте их, что ли, кто-нибудь. Ой, эти маленькие козюльки. А, это маленькие, господи. Ну ладно, маленькие, это не страшно. Стоп. Да ядрить-то вылечивайся, давай уже. В мелких стреляйте, молодцы. Ой, едь, 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 неплохо. Нет, 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 нет. Тихо, кто там ползит. Ребят, стреляйте в мелкую гадость, которая к нам сейчас выползит. У-у-у, нет, 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 назад. Так, я хочу бомбу туда кинуть, пожалуйста. Спасибо. Если бы еще снайперка не шаталась, как я не знаю. А! Черт, Ляра, в тебя попало, да? Ну, извини. Ты думаешь? А почему вот это говно там? Простите. Офигеть, вы посмотрите на радар, это же вообще жесть. Кошмарище. Почему раньше они не отображались? Так, вот здесь. Ну, новый уровень. Давайте прежде чем подняться. Ух ты, шесть. Ух ты, ёк, ломаная. А, так, хорошо. Саботаж уровень 2. Перегрузка уровень 2. Поглощащие поле. Давай. Пусть будет, правда. Та-та-та-та-та-та-та-ра, та-та-ра-та-та-ра. А, где здесь была тяжелая броня, простите? Не вижу в упор. Даже тяжелая броня где-то тут должна быть. Почему я не вижу в видео? Ну ладно, пускай будет она. Столеты. Это что-то давно мы их не прокачивали. Подъем. Окей, секулярность обязательно, стазис. Электроника. Гарус, что бы тебе это прокачать? Так, ладно, прилив адреналина, это, конечно, очень здорово и все дела, но... Так, пускай будет. Что там у нас по оружию? Ой. Та-та-ра-та-та-ра. Все плохо, понятно. Так, это все у нас есть уже. Что-нибудь тут свежачок органический противники, хорошо. Фу, подожди, может у нас есть что-нибудь получше? Тут то же самое. Синтетики это замечательно. О, зажигательные. Хе-хе-хе, люблю зажигательные. Лучше на прицелы, конечно, здорово. Так, пускай будет. Тик-так-так-так-так-так-так-так. Ага-га-га-га. Я прям даже не знаю. Хм. А, у нас то есть... Ну, ладно. Нет, синтетики это, конечно, очень здорово, но... Вот это вот, мне кажется, лучше будет. Хватит с синтетиками. Мы уже разобрались. Нам нужно... Мм. Ну, нет. Даже где, как они назывались-то? Господи, эти патроны-то... Синтетики это всё замечательно, но... Сейчас, что-нибудь придумаем. Крио-патроны. Пускай будут они. Надо себе только переделать, потому что что-то как-то... Не хочу я минус 12 точность, у нас и так ходит ходуном все. Токсический уровень зажигательный. Что все так тухло-то с этими... ...со всеми делами-то, а? Тухляк страшный. Может... А, пускай 15 отдачи, да, хорошо. Это что? Ладно, хорошо, сохраняемся, идем. У нас аптечек нет, это печально. А, я хочу выйти отсюда. Выпустить меня. Где выход? Может, закончили здесь, правда? На рельс, вот, отлично. Уходим? Или нет? Ой, держали, ну, тем же путем. Да, все, можно уйти отсюда тем же путем, отлично. Разворачиваемся назад, идем. Все, ребята, уходим. Нафиг уходим, всех убили, уходим. Конечно, странно получилось вот с тем, с теми, с той охраной, когда я залезла куда не нужно. Как-то не очень хорошо получилось. Ну, ладно. Что уж поделаешь. Бывает, бывает. Ладно, будем надеяться, что все с этим заданием, действительно, все. Мы сможем перейти к чему-нибудь другому. Хотя мы наверняка сейчас перебудем на Нормандию. Какая-нибудь там хрень обязательно будет. Нам еще что-нибудь скажут по видеосвязи. И по радиосвязи нам еще добавят. Поэтому... Все печально, короче. Давайте сразу на Нормандию. Спасибо. Спасибо. Тупо. Правая. Продолжение следует... Продолжение следует... Странно, что только турианцев это заволновало, а остальные вообще забили по-моему на это. Ой, давайте мы сейчас не выйдем, он нам ничего не скажет, когда мы попробуем еще куда-то полететь. Пойдемте потреплимся, что ли, с кем-нибудь. Будет у нас опять обходная серия, я чувствую, потому что осталось всего 12 минут. За 12 минут мы со всеми наверняка не успеем поговорить. Давайте к Джокеру первым делом. Мой любимый Джокер. Почему с ним роман нельзя завести? Я бы с ним завела, потому что... Вот меня спрашивали, все, будешь ли ты заводить с кем-нибудь роман в Mass Effect в первом. Не знаю, что-то как-то не получается, пока... Ага, Джокер. А, кстати, вот тот, кто озвучил товарищ Джокера, они даже похожи с Джокером внешне, поэтому... Не помню, к сожалению, имени, у меня вообще имена вот... Бывают проблемы, память подводит. В общем, было бы... Да что ж ты подлагиваешь-то игра, господи, боже мой. В общем, была бы возможность завести роман с Джокером, я бы с ним сделала, но... Увы. Меня бесит эти подлагивания, ей-богу. Уже же вроде все хорошо, не должно быть ничего такого. Ну, ладно. Это ж первый Mass Effect на X-P1 у меня вообще не запускался. Тоже мне спрашивали. Зря ты начала... Точнее, не спрашивали, говорили. Зря ты начала со второго Mass Effect. То есть люди вообще не слушают, о чем я говорю, видимо, в своих сериях, и не слышали вообще абсолютно то, что я говорила, что у меня первый Mass Effect не запускался. А у вас по-кому это интересно, правда? Ой, дам я тебя нахрен. Мне не нравится, как она с ней разговаривает, снисходительно слишком. Как это дела? Почему не оставься и помочь твои люди? Я пытался помочь, поэтому я уехал. Что случилось? Я был уничтожен. Я был главный маленький драм. Мы пытались восстановить order после войны, но другие драмы были против нас. Они следовали Джерид, один из самых вооружений, которые проживали войну с Турами. Но он был стар, и так были его идеи. Он хотел продолжать войну. Он хотел нас бороться. Турами, Соларии, другим другим. Это не важно, кто. Слышь, как мы боремся. Что ты хотел? Я просто хотел Джерид закрыть. Я хотел его остановить, чтобы остановить его ручку. Я хотел его остановить, чтобы не было длительные драмы, но он не мог понять, как многое изменилось. Мы не имели значения для войны. Даже если мы так сделали, Джерид, я уверен, что мы не смогли восстановить наши значения быстрее. Я сказал, что они все забыли о войне. Мы должны focussenть на войну. Которые, для одной генерации. А потом устроил бойню, да? А потом устроил бойню, да? Откуда мы все идем? Это как сварь, как ни одного места Кроагана можно сделать. Виоленция не заболевана. Слышит как михать. Ты должен был упомянуть столько. Я сделал. Но когда твой отец тебя приглашает к уху, ну, есть некоторые правила, которые даже мы держим сварьими. Джеред был твой отец? Он был. До того дня. А как они так делали? И шрамы, нибудь там получил? И шрамы, нибудь там получил? И шрамы, нибудь там получил? Да? Ясно. Рекс, клевый, кругом, адекватный. Гарус? Так, ну это... Мы это спрашивали? Не помню. Помню, нет. Класс. Класс. Хм. Класс. 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 Возвращаясь на что-то невероятное. Вы имеете в виду «возвращение»? Это действительно нужно? Может, может не. В любом случае, это уничтожено. Один из моих убеждений начинал болезнь во время интервью. Мы предложили его поднимать, и он был францем. Я купил полный экзам, чтобы узнать, что происходило. Наши медики увидели инсисионы на его тело, какие-то fresh. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Господи Орган не вырастет правильно, поэтому он просто оставил его в них. Многие из них были уничтожены, но только на внутреннем, hidden, чтобы никто не мог видеть. Я надеюсь, что он получил то, что он получил. Это самое плохое. Мы никогда его не увидели. Почему не? Что за что произошло? Он улетел, ловил его лаб, взял его сотрудники, и пошел на декоративную спасти. После того, как я обнаружил, его корабль уже улетел. Он улетел, чтобы убить его, если мы пытались остановить его. Но вы улетели его в любом случае, да? Я просил Ситадель, чтобы его улетел, но СИСЕК-ЕДКОРТЕСЬ КОНТЕМАНИЕ МОЙ ОРГАРТЕР. Они были боятся о том, что они боятся о том, что они боятся о том, что они боятся о том, что он был улетел так близко к Ситадель. Я сказал им, что эти о том, что они были улетели. Они просто использовали их для того, чтобы сделать больше органы. Но они не слушали. Не wonder вы их нанесли. Эти идиоты просто улетел их. Да, они улетели. Я пошел к Патмену и рассказал им, что я думал о его и его политики. Он сказал, что если я не любил, я мог бы улететь. Ну, я почти сделал. Все они должны сделать, чтобы улетел его корабль, остановить его от улетел. Может, их хостяги улетели, может, они не. Но, в конце концов, мы остановили его, responsable для этого. Немного улетел, это небольшой цене для платить, чтобы остановить кого-то подобное. Да, точно. Я имею в виду, что эти хостяги могут бы надеяться, что они улетели бы сейчас. Я просто надеюсь, что я мог бы остановить его. Это все. Вы знаете, что произошло с Доктором Сейлианом? Доктором Сейлианом? Мы уже знаем, да, с вами, какое у нас будет следующее задание. Точнее, то, что мы будем выполнять. Давайте только стали перетрем. Потому что я давно с ней хочу поговорить. Продолжение следует... Но с тем, что мы идем в мире, я надеялся найти что-то, чтобы обратиться к Флотиле. Мы еще есть очень много, чтобы идти. Ты найдешь что-то, чтобы обратиться. Да, но это не просто не может быть какой-то директор, который мои люди могут использовать для salvage. Это должно быть больше, чем это. Мне нужно было много. Что такое особенное? Что с тобой? Это мой отец. Он премьер-мембер от Адмиралтии. Он один из только пять людей, которые могут обрабатывать решениях на конклаве, для блага для миграции. Мой отец ответственный за жизнь 17 миллионов людей. Наша целая рация в его руках. И я его единственная. Так что, ты какой-то директор к Курии или что-то? Нет, это не работает так же. Мой отец позиция не херенитарной. Я, наверное, никогда не служу на адмиралтии. Официально, я просто так же как ни одного граждан. Но это не работает так же в практике. Люди всегда меня с другой стороны, потому что, кто мой отец. Ты должен получать всякие привилегии специальные. Я, наверное, это было легче, чем большие, когда я возрасту. Но это не все хорошо. Люди, как мой отец, у меня есть враги. И они не обрабатывают меня для него. Это должно быть тяжело на тебя. Мои люди ставят высокую цену на семье и анкестрии. Есть одна успешная expectация, что я живу на примере моего отца. Все ждут меня для того, чтобы сделать что-то великое на моем пилограмме. Что-то, что будет продолжать мысль в жизни для лучшего. Если я не знаю, то я потерялся. И это влияет на меня и моего отца. Что-то, что ты делаешь здесь, это более важнее, чем что-то, что какой-то Куарий-классник. Я не знаю, но ты должен понимать, что Куарий-классник. Мы очень инсуларная социальность. Ивенты beyond the flотилы не очень важны для обычных граждан. Наши великолепные мечты, что один день мы возвращаемся к нашему отца и двигаемся от Гетта. Но даже если мы остановим Сэрин, это не будет происходить. Есть миллионы Гетта behind the veil. Пока они уйдут, наш экзил будет продолжаться. Что вы должны обратить, чтобы сделать все счастливы? Что-то, что нам помогает нам более понимать Гетта. Они уйдут значительно снижение с экзилом. Они продолжают эволюции. Мы сделали намного, чтобы их изучить, но это не легко. Они очень рекллюзивные. До недели, они никогда не уйдут на границе с грехом. И все Гетта, которые мы сейчас уйдут, они под контролем Сэрин. Ладно. Давайте тогда к капитанскому мостику сейчас подойдем. И на этом серию закончим. В следующей уже будем решать, что мы будем делать. Какое задание выполним. Потому что у нас уже столько их накопилось, этих всех дел. Господи. Просто пихают, пихают, пихают. И вот небось мы опять, когда подойдем к нашему терминалу, нам опять что-нибудь скажут. И вот обязательно просто. Без этого же никак. Еще и загрузка. Давай. В общем, как мне эта лесенка нравится, я не знаю. А, напоминает она мне о чем-то вечно. Я не могу никак понять о чем. О квантовом скачке. Помните, такой сериал был в 90-х? Ох. Не знаю почему. Так вот. Ладно. Давайте вот тогда на этом завершим. В общем, я надеюсь, эта серия вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх. И оставьте комментарии. Конечно же, подписывайтесь, если вам все понравилось. С вами была Сэвна. Огромное спасибо за просмотр. Всего хорошего. Удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.